Майкрософт Майкрософт Панас Панай рассказал журналистам, что Surface Mini действительно существовал и даже был готов к старту продаж вместе с Surface Pro 3. Но в конечном итоге компания решила не выпускать это устройство на рынок. Он был похож на Малискин, он был невероятным, но он никак не развивал нашу идею. Хотя я очень любил его компактную, удобную форму и использовал каждый день для создания заметок и отправки электронных писем. В том же интервью Панас Панай рассказал историю создания Surface Book и выяснилось, что история эта тесно связана с Apple. По его словам, в Майкрософт прекрасно понимали, что поле PC они добровольно сдали яблочной продукции. Поэтому поиск абсолютно нового, революционного с точки зрения форм-фактора и дизайна ноутбука специалисты Майкрософт начали с тщательного изучения шагов Apple. И самым важным решением по итогам исследования истории компании Стива Джобса можно считать, что в Редмонде решили кроме программной части заниматься и аппаратной частью процесса производства. Майкрософт решил сам делать свои ноутбуки. По словам Панаса, на это решение также оказал сильное влияние выход в 2012 году операционки Windows 8, который, по сути, породил новое племя устройств – сверхлегких лэптопов-трансформеров и планшетов. И вот в 2015-м Майкрософт представил исключительно свое видение современных ноутбуков. Причем презентация состоялась три недели назад, а шумиха вокруг новых устройств не утихает. И заслуга тут не столько пиар-службы, сколько самих продуктов. Они действительно удивляют IT-журналистов. Более того, можно сказать, что впервые за много лет в тест-драйвах и дуэлях, которые устраивают журналисты для серфейсбук, ноутбук от Майкрософт действительно выдерживает конкуренцию и даже в чем-то оказывается лучшей лидеров рынка – продукции от Apple. На днях очередное такое соревнование для лэптопов устроили журналисты издания PC World, которые собственноручно решили проверить утверждение топ-менеджера Майкрософт Пана Сапаная, что серфейсбук вдвое быстрее 13-дюймового ноутбука из профессиональной линейки Apple. В роли независимых судей выступили разные тесты на производительность. И как показал первый тест Geekbench 3, который моделирует ситуацию, близкую к работе в реальных условиях, Макбук Про несколько шустрее в вычислительных расчетах, чем серфейсбук. Но разрыв оказался минимальным. А вот в том, что касается графики, то здесь серфейсбук ушел ощутимо дальше Макбук Про. Результат стал возможен благодаря наличию у первого выделенной видеокарты GeForce, которая, кстати говоря, расположена в отстегивающейся клавиатуре трансформера. Детище Apple, в свою очередь, оборудована интегрированной графической системой Intel, что стало решающим фактором в победе Surface. Правда, ни о каком двукратном превосходстве по части производительности в синтетических тестах речи не идет. Ну а в видеоиграх ноутбук от Microsoft просто порвал 13-дюймовый Макбук Про. Средняя частота кадров на серфейсбук в игре Tomb Raider составила около 74 кадров в секунду, в то время как Макбук Про выдал всего 23,6. То есть превосходство втрое. И здесь опять главную роль сыграла видеокарта GeForce. И последнее испытание, через которое прошли ноутбуки, это программа по работе с Video Premiere Pro. Surface Book совершил рендеринг картинки на несколько минут быстрее, чем Apple'овский Макбук Про 13. Итог битвы ноутбуков-флагманов от Microsoft и Apple, исходя из собранной по результатам шести испытаний статистики, примерно такой. Трансформер от Microsoft оказался немножко быстрее, нежели лэптоп от Apple. Однако заявленный со сцены во время презентации солидный отрыв от конкурента, серфейсбук продемонстрировал только в приложениях с задействованием ресурсов видеокарты. Стоит отметить, что при всей внешне удачной стратегии производить одновременно и софт, и железо, нельзя не вспомнить, что именно такой же стратегический ход был сделан, когда Microsoft купил мобильное подразделение Nokia. Ничего хорошего пока из этого не получилось. Продажи смартфонов семейства Lumia по итогам прошлого квартала упали на 54%, о чем говорится в ежеквартальном финансовом отчете компании. Microsoft всегда была корпорацией, которая работает с партнерами, производителями железа для программного обеспечения, написанного в Redmond. Если она подарит своим партнерам определение «бывшие» и сосредоточится на собственном производстве, то рынок компьютеров и ноутбуков может ответить ей тем же, например, начав поиски другого партнера, как это отчасти уже происходит с ноутбуками на Chrome OS. И тогда трудно предсказать, как обернется внешнеудачная стратегия Microsoft следовать по пути Apple.